Спасибо, что вы можете передавать мне вопросов, а с которыми вы попробуйте нам на них ответить. Да, пожалуйста, вот там я вижу вопросов. У меня совершенно простой, как вы начали этим заниматься? Мы, как и все, искали... Мы на самом деле занимались и занимаемся только людьми, а не дельфинами. Мы всю дорогу искали, как все устроено, как устроено мы, и дойдя до очередной точки, и не зная, куда дальше, нам кто-то сказал, что «А теперь вам надо к свободным дельфинам». Мы отправились к свободным дельфинам, у нас внутри взорвалось солнце, и тому вот пять лет... Итак, друзья, вижу вопросы. Вы первый вопрос задали, тогда я задам указан на фональте второй, и вы употребляете его в пищу Тунца? Да, мы употребляем в пище Тунца. Так, давайте вопрос рядом. Добрый вечер, меня зовут Катя. У меня такой вопрос. Есть ли разница в общении с дельфинами, которые живут в дельфинарии, и с дельфинами, которые на воле? Огромная разница. Однажды у нас был такой опыт в лучшем из, как считается, зоопарке в Сингапуре, но принципиальная разница, на самом деле, дельфины, которые находятся в дельфинарии, фактически в тюрьме. Представьте, если вы приехали с Марса и хотите пообщаться, узнать, что такое настоящий человек, и вас отводят в тюрьму. Что вы там узнаете? Виктор, вопрос такой. Вот общаясь с дельфинами, что вы до себя извлекли, и смогли ли вы прийти к диалогу, во-первых, с ними, и открыли ли вы для себя диалог как форму не параллельных монологов, а общения между людьми? В последнем случае, общение с ними — это совершенно иной способ коммуникации, потому что, несмотря на то, что не существует, вряд ли в ближайшее время будет создан, мы в двух словах сейчас об этом сказали, человек и дельфин не словарь, но когда этот контакт установлен, ты не можешь абсолютно ни с чем это перепутать. Этот диалог совершенно однозначный за рамками слов, за рамками интерпретации интеллектуальных, живет в тебе. На самом деле, он происходит в тебе, этот диалог. Это непосредственное ощущение. Друзья, позвольте себе вклиниться. У нас есть вопрос от наших онлайн-друзей. Сейчас мы попробуем его услышать, если я правильно понимаю. Москва. С вами... Привет, печи-пучи Москва. С вами на связи Украина. Вопрос по поводу дельфинов следующий. Значит, первый вопрос, есть ли у дельфинов воображение? И второе, что будет с дельфином, если поместить его в камеру сенсорной депривации? Еще секунду. Во-первых, мы очень рады этому звонку, потому что это означает, что на Украине, кроме того, что есть еще очень светлые темы, которые пробиваются себе. После этого воображения у нас был очень конкретный опыт. У нас был оператор в одной из экспедиций, который не совсем, вот как раз, не из открытых людей, который попал в воду и выходит из воды, рассказывает нам, знаете, говорит, со мной было что-то очень странное. Я держу камеру, у меня ощущение, что за мной кто-то справа стоит. Я оборачиваюсь, никого. Налево оборачиваюсь, никого. И вдруг в какой-то момент, я чувствую какой-то вот боковой взгляд. И вдруг в какой-то момент я как-то так извернулся, и боком, немножко не сильно поворачиваясь, я вижу, у меня за спиной встанет дельфин и смотрит не на меня, он смотрит через меня в камеру. На самом деле его рассказ заканчивался тем, что... И говорит, когда он понял, что я его заметил, он сделал так... Хорошо. Ну что, на второй вопрос попробуем ответить? Второй вопрос, напомните. А что будет с дельфином, если я поместил его в камеру? Вы знаете, сложно предполагать, знаем одно, что тот же самый доктор Лили, когда он ведь начинал свои исследования дельфинов как нормальный нейрофизиолог со скальпелем в руках и со всеми своими, как бы, вокруг сенсорной депривацией, экспериментами и так далее. И в этот же момент он потом всю жизнь каялся, на самом деле. Всю жизнь пытался вымолить у них прощение, потому что не было бы счастья, да несчастье помогло, выяснилось, он же выяснил, на самом деле, что дельфины умирают как самые крупные духовные учителя человечества. Когда ты вторгаешься им в мозг скальпелем, они прекращают дышать. И это результат сознательного вывода. В том числе, на самом деле, у дельфинов есть такие психические расстройства или заболевания, скажем, как депрессия, причем клиническая, и они могут из-за этого состояния принять решение о том, что они уходят уже из жизни абсолютно сознательно. Вот то, что мы говорили, да, это осознанное. По нашим наблюдениям не бывает живого дельфина в состоянии сенсорной депривации у нас. Понятно, спасибо. Друзья, вот там вам был вопрос. Да, вот я хотел спросить, у вас в презентации было очень много фотографий, когда люди ныряют с ластами в задержке дыхания, типа фридайвера. Это мой любимый спорт. Мы пытались встретиться с дельфинами в море, но они неизменно уплывали. Скажите, пожалуйста, о чем и что, и как правильно думать, что встреча состоялась? Спасибо огромное за вопрос, потому что просто вот, что называется, не в мурах, а в глаз в десятку. Да, мы общаемся с ними только на задержке дыхания, потому что они крайне не любят аквалангов и вообще там всех искусственных этих вещей, и не угодишься за ними с аквалангом и так далее. У нас участвовали в наших экспедициях многие фридайверы, профессиональные, и, к сожалению, действительно, это нередко уникальный экспириенс, когда вместе люди погружаются в воду, и те несколько секунд, что перед маской еще есть брызги, кто-то видит дельфина, а кто-то не видит, и это продолжается день за днем. Мы попытались ответить, что надо сделать. А если голова переполнена интеллектуальными соображениями, если в это время ты занимаешься собой, например, как я хорошо сейчас буду общаться с дельфинами, как они обрадуются мне, я буду чудесно выглядеть на этой фотографии, наверное, и так далее. Дельфину это вообще не интересно. Для эксперимента мы решили попробовать попеть звук Ом в воде. Не буду особо обижать духовных людей, но для них это не принципиальная разница. Спасибо.